Великобритания не откажется от депортации нелегальных мигрантов, несмотря на противодействие со стороны Европейского суда по правам человека. На этой неделе из-за его вмешательства пришлось в последнюю минуту отменить вылет самолёта в Руанду. На его борту было всего семь мигрантов, хотя изначально планировалось выслать 130 человек. Правозащитные организации помогли им найти лазейки в законах, чтобы избежать депортации. Европейский суд распорядился приостановить высылку нескольких мигрантов до окончания судебных разбирательств. Слушания будут в июле. Глава МВД Великобритании Прити Паттл заявила, что правительство страны соблюдает внутренние международные обязательства. Европейский суд по правам человека не постановил, что наша политика или депортация мигрантов незаконны. Но он запретил высылку троих из тех, кто был на том рейсе. Эти запреты временные и не помешают выслать мигрантов в Руанду. В свете этой ситуации премьер-министр Борис Джонсон сказал, что не исключает возможности выхода Великобритании из Европейской конвенции по правам человека. В апреле британское правительство договорилось с Руандой об отправке на её территорию нелегальных мигрантов и просителей убежища. За сделку Лондон заплатит 150 миллионов долларов. В Руанде мигранты могут подавать прошения на убежище. Потом их либо примет Великобритания, либо другая страна. Они также смогут остаться в Руанде. Стратегия британских властей направлена на то, чтобы остановить нелегальную миграцию из Франции через Ла-Манш и не позволить людям рисковать жизнью. Также это должно ударить по нелегальному бизнесу перевозчиков людей. В прошлом году 28 тысяч нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и высадились в Великобритании. В этом году уже 10 тысяч.